Доброе утро! Я тоже очень рада всех приветствовать. И должна сказать, правда, наверное, немножко рано, и мало, может быть, народа, но я думаю, подтянутся со временем. Но я хотела бы отметить, что действительно с каждым годом становится больше внимания от нашей области, к области иммунологии, потому что вот этот современный бум иммунотерапии – это как раз основа того, что мы действительно нужны, и что наши исследования представляют большой интерес. И надо сказать, что хотя вот и вчера очень много было докладов по чекпоинтам, но есть и другие направления иммунотерапии, которые тоже не стоит обходить, и которые на нашей секции, наверное, им будет уделено очень большое внимание. Вот если, значит, еще раз спасибо всем за присутствие, и я перейду тогда к своему докладу, значит, который связан с проблемами иммунотерапии. И начать я хотела бы с того, что мы знаем с вами хорошо, что устальзание от иммунологического надзора является основной характеристикой злокачественной опухоли и необходимым условием для их возникновения. Для предавления иммуноатаки опухоль активно использует различные супрессивные клеточные молекулярные механизмы, которые нарушают функцию Т-клеток-эффекторов, индуцируют Т-клеточную анергию и апоптоз. Ой, что это такое у меня было? Так. Значит, важное место среди устальзания опухоли от иммунного ответа является нарушение регуляции взаимодействия активационных ингибиторных сигналов, соответствующих костимуляторных ингибиторных рецепторов, которые модулируют процесс Т-клеточной активации, что и приводит к нарушению способности клеток-эффекторов подавлять опухолевый рост. Здесь слайд, который наверняка все хорошо знают. Это рецепторы Т-клеток. Мы видим здесь огромный набор коингибиторных молекул, то же самое костимуляторных. Мы понимаем, что все они очень важны для развития иммунного ответа. Ко многим из них есть уже препараты, которые используются в клинике. Но сегодня я хотела в своем докладе в качестве основной использовать только один маркер. Это рецепторы PD-1 и регант PD-L1. И почему? Потому что эти препараты сейчас активно применяются в клинике. Все доклады посвящены этими. И мне не хотелось бы, так и всем вам, чтобы те успехи, которые сейчас имеются в клинике, стали бы негативными. А это очень необходимо для того, чтобы правильно использовать иммунотерапию. Все предыдущие этапы иммунотерапии, в общем, если можно сказать, закончились неудачами, именно потому, что было недостаточное изучение механизмов именно развития иммунного ответа. То есть, используя методы иммунотерапии, и сейчас мы это наблюдаем в клиниках, полностью практически игнорируется иммунная система. Хотя весь эффект этих препаратов направлен именно на восстановление иммунного ответа. Ну вот PD-1, это я тоже думаю, что все иммунологи знают, он экспрессируется на активированных Т-клетках, Б-клетках, матрофагах, регуляторных Т-клетках и НК-клетках. То есть, это надо понимать, что этот рецептор есть практически на всей популяции Т-клетках, но и на некоторых матрофагах, Б-клетках и так далее. Связывание с легандом приводит к подавлению функциональной активности Т-клеток. И передача ингибиторных сигналов – это основной механизм устраивания опухоли от Т-клеточного ответа. Таким образом, если мы отменим эту блокаду, то мы усилим противоопухолевый иммунитет. Значит, связывание к чему приводит? Дисфункции Т-клеток вызывает Т-клеточную энергию, источение апоптос, индуцирует генерацию Т-регуляторных клеток в Тимусе и превращение наивных CD4-клеток в Т-регия на периферии. Защищает опухолевые клетки, несущие этот леганд, от сатартического действия, потому что подавляет фаз или дранзимбатозависимый цитолиз, нарушает спонтанный иммунный ответ и таким образом препятствует эффективной иммунтерапии. Я хочу показать вам несколько представителей препаратов, которые в настоящее время активно используются в онтологии. Вы видите, что это далеко не полный перечень. В настоящее время не менее 12, которые зарегистрированы на Западе препаратов, есть, но которые в основном мы используем, ну, не мы, а онкологи используют, это пебролизумаб и невлумаб, они к антипиди-1, то есть к рецептору, и атеролизумаб, авилумаб и друльмаб – это уже к леганду. То есть набор препаратов большой. Какие из них использовать, в каком сочетании, до сих пор это неизвестно. То есть исследования в клинике идут эмпирически. Конечно, это получило колоссальный эффект. Вот вы здесь видите, это уже клинические данные, значит, не знаю, как это работает, указка. Вот, где-то она работает, где-то она бегает. Так, вот здесь вы видите, вот это эффект от химиотерапии, больной меланомой, а здесь уже применяется пебролизумаб в разных дозах. Ну, доза побольше, она как бы вначале одинаковая, она чуть-чуть побольше. То есть четко выраженный клинический эффект. И вот использование этих препаратов, ну, там, ицетиля-4, и вот эти, оно провело революционные изменения в онкологии. То есть была такая эйфория от этого, она и до сих пор в определенной мере сохраняется. И мы видим действительно, что очень сильные эффекты клинические и на тех опухолях, которые, например, не пластотлеточный рак лёгкого, который практически, ну, мало что лечится. Тем не менее, мы видим значительное увеличение продолжительности жизневыживаемости у больных, которые получают препараты из этой серии. Ну, вот это здесь тоже такой слайд. Но, когда мы начинали применять препараты, первым делом встаёт вопрос, а кому назначать эти препараты? Препараты безумно дорогие. И тут встаёт вопрос. И первым, который было, и который до сих пор компании и часть исследователей придерживается, это как предиктор выраженности экспрессии PD-L1 на опухолевых, на глимфоцетах PD-L1. В основном это экспрессии PD-L1 на опухолевых клетках. И по данным разных исследователей и разных компаний, свыше 5% экспрессии, значит, считается, что да, кто 50 даёт, кто 5 даёт и так далее. Но когда реально клиницисты с этим столкнулись, оказалось, что отсутствие ответа на терапию имеется у больных с очень высоким уровнем. И ряд больных, ну, им как бы не назначали этот препарат, но люди настаивали там или сами закупали препарат. И в результате оказалось, что у них образовался эффект. То есть сама экспрессия PD-L, она не является достаточно надёжным фактором предиктивного маркёра. Так, вот здесь несколько слайдов, которые показывают при различных опухолях, что вот эти препараты, и вы видите, что все больные, допустим, 30%, ну, по разным локализациям разные. А если PD-L положительная и PD-L отрицательная, то разница уменьшается. Причём она при разных нозологиях по-разному. И это чётко говорит о том, что одним, так сказать, чётким аргументом не может быть это. Хотя вот вчера выступали часть леницистов и говорили о том, что да, вообще не надо смотреть на эту экспрессию, если у больного шансов мало, можно прямо химиотерапию, если вы даёте химиотерапию, назначать. Но всё-таки, конечно, хотелось бы знать, а что может быть предиктором? И сразу встал вопрос, почему же никто не обращает внимания, что делается с иммунной системой? Вы как бы назначаете препарат, вы восстанавливаете иммунный ответ, но при этом вы не знаете, а что там вообще субстрат есть, может эта иммунная система отвечать на это, вы разблокировали, ну а дальше что? И что мы видим? Что, вот первое, если имеется высокая генетически обусловленная экспрессия PD-L1, но опухоль не инфильтрирована Т-клетками, то эффекта от лечения нет. Если есть постоянная высокая генетически обусловленная или индуцированная Т-клетками экспрессия, то присутствует при этом инфильтрация, то есть адаптивная, и тогда есть ответ. То есть в опухоли есть Т-клетки, которые реализуют этот ответ. Если нет экспрессии PD-L1, но присутствуют клетки иммунной системы, то тоже ответа не будет. Но если всё отсутствует, то понятно, нет ответа. Сейчас новая такая разработка, то если отсутствует экспрессия PD-L1, не является генетически обусловленной, то можно, обратим это состояние, использовать комбинированное лечение, обеспечивающее инфильтрацию опухоли иммунными Т-клетками и эффекторами, и таким образом можно индуцировать экспрессию PD-L1. Вот следующее рассмотрим несколько разных факторов, которые сейчас исследуются с точки зрения, какое это может иметь значение. Вот прогностическое значение имеет и характер инфильтрации опухоли. Но это, конечно, уже такое, которое вы смотрите на операционном материале. Вот на самом деле такие рассматриваются три варианта инфильтрации. Первая называется холодная, то есть практически здесь мало иммунных клеток, в основном мотрофагия. Вторая смешанная. Это опухоли, которые содержат и опухолевые клетки, и лимфоциты, иммунные клетки тоже есть. И главным образом PD-L1 экспрессируется на опухолевых клетках и на CD8, то есть на цитатических лимфоцитах. И компартменталайзер-то называется. Это разделённые опухоли, которые вы видите вверху. Тогда здесь опухолевые клетки и иммунные клетки как бы пространственно разделены. А нитрофилы, вот это чёрное, как бы находятся около границы. Тогда B-клетки формируют вторичные лимфоидные структуры. И если посмотреть, конечно, это пока очень небольшие наблюдения. Но если мы посмотрим, то самый лучший эффект образуется вот именно в этих опухолях. То есть здесь вы видите, что здесь практически нет эффекта при применении этих препаратов. Здесь это есть. Но это тоже рассматривается как один из подходов к этому лечению. Что-то я не туда пошла. Теперь следующее для прогноза забоевания определение. Мы уже говорили о том, что маркёр этот имеется на иммунных клетках. И вот здесь новое тоже направление – это изучение экспрессии PD-L1 помимо опухолевых клеток на тилах, то есть клетках иммунной системы, которые находятся в опухоли. Ну и это показано, что это в значительной степени может способствовать повышению предсказуемости положительного ответа на антипедиотерапию. Опять же, этих исследований в настоящее время не так много. Вот если вы посмотрите, здесь экспрессия на иммунных клетках для всех, тут Т-клетки, мотрофаги, дентритные клетки, и показано, что это является независимым, благоприятным прогнозистическим фактором у больных пластослеточным опухолю головы и шеи. Вот верхние две линии – это зависимость от PD. И мы видим, значит, вот high-low, вы видите, это общая выживаемость и безрецидивная выживаемость. И мы видим, что нет такой, даже, как ни странно, здесь low-low выше бы оказалось, чем high. А вот здесь иммунные клетки. И здесь мы видим, что здесь значительно большая разница. То есть частота пятилетней выживаемости при… у них 80 с чем-то процентов экспрессии при PD-L позитивных клетках. И здесь 80… значит, частота 81 и 69 при негативных. И частота пятилетнего общей выживаемости при 90 и 6 при PD-L позитивных иммунных клетках и 75 и 6 PD-L негативных. То есть, в принципе, какой-то тоже интерес представляет исследование на иммунных клетках. Возможно, тоже в какой-то мере будет идти как один из прогнозических факторов. Сейчас. Вот здесь исследовалась также и противоопухолевая активность пепролизубаба у больных рецидивированным метастатическим панстатичным раком головы-шеи и тоже исследовались на опухолевых и иммунных клетках. То есть, два фактора брали. И брали только опухолевые клетки. Если мы здесь посмотрим, то только опухолевые клетки, ну, конечно, здесь еще немного, но негативных 16, позитивных 19. Здесь и, соответственно, общая выживаемость у них не особо различалась. А вот при иммунной экспрессии на клетках иммунной системы мы видим, что здесь даже статистически значимая получается эффективность, ну, как бы, предсразуемость этого эффекта. и получается, что экспрессию PD-L1 можно смотреть на иммунных клеток, и это может повысить значительно предъективное значение маркера леченных пепролизумабом. Теперь очень кратко остановлюсь только на то, что какие еще маркеры, которые в настоящее время исследуются и очень широко обсуждаются. Во-первых, это увеличение количества активированных CD4 и CD8 в периферической крови. Вы понимаете, что это гораздо более простой тест, потому что действительно достаточно трудно все вот эти высокотехнологические методы, не все могут сделать. А вот посмотреть, что делается CD4 и CD8 в клетках, потому что тоже имеются данные, что те больные, у которых имеется как бы сохранный иммунитет, имеется высокое, ну, не высокое, хотя бы нормальное количество CD4 и CD8 клеток в периферической крови, у них значительно лучше эффект от используемых препаратов. И если это был бы из старых иммунологов, то они помнят, что и все иммуномодуляторы, и все цитокины, все-таки они требовали базиса. И крайне низкий был всегда эффект у тех больных, у которых отсутствовали клетки в периферической траве CD4 и CD8. Следующее, о котором сейчас очень много и вчера говорил на двух аспектах иммунитетов, поэтому я не буду повторяться, это разнообразие HLA. И действительно, при таком показателе присутствии маркигенов HLA и их разнообразии, ну, это понятно, что, естественно, высокий будет противоопухолевый ответ. И в таких случаях иммунная система находится в более напряжённом состоянии. То же самое можно сказать о метагенной нестабильности, мутационной нестабильности, которой тоже уделяют очень большое внимание. Как вчера отметил профессор Эминитов, к сожалению, этот показатель очень низкий. И на самом деле вот этот показатель встречается около трёх, максимум пяти процентов больных. И хотя конечно это надо смотреть, тем не менее понимаем, что это не может быть вот таким основным предиктором для использования этих препаратов. И новые сообщения о влиянии микробиома кишечника на блокаду контрольных точек иммунитета. Кто смотрел эту литературу, мы очень хорошо все знаем, что эти исследования в настоящее время чрезвычайно интересны, активны, и микробиомы сейчас тоже пытаются использовать не только в комбинации с контрольными точками иммунитета, но и самостоятельно для восстановления иммунного ответа. Но там надо очень осторожно подходить, там ещё непонятно, какая группа микробов необходима и так далее. То есть это ещё начало пути. Вот этот заключительный слайд, что мы можем наиболее обоснованные потенциальные терапевтические комбинации, потому что вот сейчас я не останавливаюсь, используют эти препараты вместе с вакцинотерапией, вместе с другими препаратами контрольных точек, семиотерапией, и различные варианты идут ещё и с точки зрения монологии. Это должно быть комбинация различных терапевтических средств с блокадой педи-пути, и это может прийти хорошему клиническому эффекту. Так что спасибо за внимание, я думаю, что достаточно. Спасибо.